Всем привет, я Арстоцкий, а это Crusader Kings 3, и сегодня мы с вами будем создавать империю, которая будет контролировать побережье всех морей в мире. Когда я говорю все моря в мире, я имею ввиду даже Каспийское море, несмотря на то, что оно закрытое, его побережье мы тоже захватим, но помимо Каспийского моря, конечно же, Черное море будет нашим, Средиземное, понятное дело, вот здесь все будет нам принадлежать, и потом мы с вами отправимся в Индийский океан, и все его побережье тоже захватим. На создание этого ролика меня подтолкнул ролик Коэфиша, который тоже создавал империю с самым длинным побережьем, но, по-моему, если я не ошибаюсь, он захватил там только Скандинавию, Данию и Западную Франкию, но, возможно, здесь еще он что-то назахватывал, да, потому что у него соединяли здесь границы по берегу, но я решил пойти дальше, я решил, что это слишком слабо, и я смогу захватить побережье всего мира. То есть даже в Африку мы с вами отправимся, и здесь все захватим. Скорее всего, на это у меня уйдет огромное количество времени, но я готов, готов принять этот вызов, который я сам себе кинул. Да. Кстати, интересную штуку хочу вам рассказать. Вы знали, что можете зарабатывать на своих покупках? Нет? А я вот узнал и решил поделиться с вами. В этом вам поможет дебетовая карта Tinkoff Black. С помощью нее вы сможете получать по 500 рублей в месяц в течение трех месяцев, если будете совершать покупки от 1000 рублей. К тому же, при покупках у партнеров банка вы сможете получить до 30% кэшбэка, а при оформлении карты у вас будет возможность выбрать повышенный кэшбэк в четырех интересующих вас категориях. Звучит балдежно? Я знаю. Так не стоит терять времени, переходи по ссылке в описании, заполняй заявку всего за 5 минут и начинай зарабатывать со своих покупок. И за кого мы с вами начнем играть? Ну, конечно же. Конечно же, мы с вами начнем играть в графстве Монтегю за графа Хестейна. Люблю этого персонажа, все-таки с ним постоянно происходят какие-то безумные вещи, он постоянно вторгается в какие-то королевства, иногда доживает даже до 100 лет. В общем, мужик крутой. Именно за него мы и начнем создавать нашу огромную Великую Прибрежную Империю. Правда, ему сейчас 52 года, и это значит, что за самого Хестейна мы, возможно, поиграем не так долго, но я попытаюсь сделать так, чтобы Хестейн у нас как можно дольше прожил. Окей, давайте начнем. И давайте с вами на самого графа Хестейна посмотрим. У него 52 года, как я и говорил, у него хорошее здоровье, есть здоровое тело, есть здоровье, то есть ветка здорового тела у него почти полностью прокачана. Здесь немного схитрили разработчики, дав ему все достоинства, не считая вот этой вот ветки. Но мы с вами, наверное, фокус на медицину брать не будем, возьмем фокус на стратегию. Вообще, я бы достоинства сбросил, но тогда я, скорее всего, не смогу себе взять здоровое тело, мне придется еще вот эти вот достоинства брать, да. Но мы возьмем с вами фокус на стратегию, я хотел сбросить их, чтобы сразу же себе взять все достоинства из этой ветки, потому что галантность мне совершенно не нужна. Но и Куратор нам тоже пригодится, потому что мы будем с вами много воевать, много завоевывать, это значит, нам нужен будет хороший контроль во всех провинциях. Ну ладно, как-нибудь справимся. Главное взять Справедливую Войну, потому что она снижает стоимость Казус Белли на 50%, а все остальное уже не важно. В целом можно будет по Куратору идти, да. У Хастейна в самом начале игры есть наследник, Рагнар Хастейнсон, это хороший наследник, надо будет его обязательно воспитать лично Хастейну, чтобы из него вышел тоже хороший военный. Давайте прямо сейчас разберемся с нашим советом, маршала у меня нет, это легко исправляется, нам нужны придворные женщины. Бона, привет, ты мой тайный советник, тебе нужен муж с хорошим военным делом. Фасти, отличный кандидат, еще и поэт, замечательный муж у тебя будет. Да, еще мне нужен хороший канцлер, потому что канцлер с нулем это как-то слабовато. Мне нужна еще какая-нибудь придворная женщина, Катерина. Кстати, проблема в том, что некоторые наши придворные католики, вряд ли они захотят еще нашу веру принимать, но я постараюсь всех обратить. Четыре женщины у меня при дворе есть, замечательно. Значит, я смогу вообще отличный совет собрать. Мне нужен еще тайный советник, священник нормальный и управляющий. Аделаида, тебе мы найдем кого-нибудь с хорошей ученостью. А, ну мой Годи самый лучший и так. Ладно, тогда кого-то с управлением хорошим тебе возьмем. А ты, Констанс, получишь какого-нибудь хорошего интригана. Харальд. Все, отлично. Ждем, когда все ребята прибудут к нашему двору и даем им места в совете. Так, ты мой канцлер. Фасти, ты мой маршал. Управляющий Торстейн. И тайный советник Харальд. Все, отлично. Теперь нужно мне еще придворного врача найти. Годи Толлер. Да, ты будешь моим врачом. Ну, господа католики, принимайте, пожалуйста, осатру. Все, кто хочет, все, кто может. В итоге всего лишь одного человека я обратил. Ну, ладно. За графа Хастейна, кстати, всегда очень хорошо начинать, потому что у него изначально есть особые солдаты. Три тысячи. Плюс он авантюрист, и у него снижено содержание профессиональных полков. Поэтому мы с вами прямо сейчас, наверное, наш престиж немного потратим. И возьмем себе еще бондов и вигманов. Вот так. Стоп, я на них золото трачу, да? Сколько золота я только что потратил? Не знаю. Ну, окей, все равно у меня еще золото есть. Давайте запустим время. Пополниться у нас наши профессиональные солдаты. И мы начнем завоевание. Прямо сразу же. Не будем ничего ждать. Да, если что, в своих завоеваниях я вообще не хочу воевать за всякие внутренние графства, герцогства. Потому что нам они не нужны. Меня интересуют только прибрежные провинции. Поэтому все вот эти вот королевства, которые тут сейчас есть, они, скорее всего, так и останутся. Просто у них не будет выхода к морю. Хотя, конечно, через мои земли они смогут ходить. Но у них самих никаких побережий не будет. Не считая вот этих вот речных земель. Но реки, наверное, я захватывать не буду. Меня интересуют только побережья морей. Да, еще мне нужно найти, кстати, воителей. Но все женщины у меня при дворе уже замужем. Поэтому никого я пригласить не смогу. Кстати, я даже не знаю, хорошо это или плохо то, что у нас Хестейн с самого начала феодал. Потому что если бы он был племенным правителем, то я бы на профессионалов тратил только престиж. И тратил бы меньше золота на содержание войска в общем. Потому что сейчас, если я соберу полностью свое ополчение своих профессионалов, то я буду 10 золота тратить, да? Это как-то много. Но ничего, я уверен, мы справимся. Золота у нас будет много. Тем более мы можем ходить в налеты. Все вот эти вот придворные дела меня не интересуют совершенно. Потому что меня интересует только война. Давайте, кстати, я определю себе личное божество. Меня интересует кто-то. Наверное, на дипломатию тут есть такой? Просто дипломатию у меня не то чтобы прям большая. И она мне не помешает лишнее. Есть ревнитель фрейера. Я могу получить прирост контроля, плюс 0,1 в месяц. Но это как-то очень мало. Ладно, возьму тогда Уля. Военное дело плюс 3. Скорость передвижения в провинциях в зимнее время. Кстати, это хорошо. И преимущество в провинциях в зимнее время плюс 2. Уль, охотник, воины, воплощение славы. Теперь я твой ревнитель. Так, с чего мы начнем наше завоевание? Ну, наверное, начнем с Британии. Потом пойдем по Западной Франкии, по Лотарингии. Дойдем до Скандинавии. Захватим полностью тут все. Потом двинемся в Британию. Ну, либо мы сразу же пойдем в Британию после Западной Франкии. Но мы будем идти с вами сверху вниз, слева направо. Мне кажется, так логичнее всего действовать. Потому что здесь мы быстро довольно-таки закончим с захватами. И потом уже приступим к огромному Средиземному морю. К Африке. И ко всему вот этому. Да. Окей. Кто у нас там правит в Британии? Король Заламон Маприуалон. Привет. Меня интересует... Вся твоя Британия, я так понимаю. Потому что у тебя тут почти все провинции... Да, все провинции у тебя здесь прибрежные. Поэтому объявить войну, завоевать герцогство. Всю Британию мы заберем. Кстати, есть проблема. У Заламона есть союз с Западной Франкией. А Король Карл довольно-таки сильный. Окей. Давайте подумаем немного. Могу ли я найти себе союзника? Возьмем моего сына Рагнара. С Хальфденом Белой Рубахой я могу заключить союз. У него, кстати, тоже мощное войско. Есть особые солдаты. Но у него прямо сейчас идет вторжение сновел от Брока в Нортумберленд. Ладно. А это кто у нас? Сигурд Змейглазый. Тоже хорош, но у него не так много солдат. Вот Хальфден Белая Рубаха, это именно то, что мне надо. Ладно, давайте заключим помолвку. В принципе, вторжение в Нортумбрию довольно быстро закончится. Может быть, мы даже отправимся на помощь. Но я не хочу терять своих солдат здесь. Давайте немного подождем тогда. Хотя, пока у них там идет война, мы можем захватить, например, Леон. Завоевать графство, да. Граф Олаф, я тебе объявляю войну. Потому что Леон нам тоже нужен. Собираемся и погнали. Кстати, не в такой уж и большой минус я ухожу, когда у меня полностью поднято войско. Нифига, здесь не минус 10, я не знаю, что это означает. Но неважно. Привет, ребятки. Пока. Всех мы убили. Хорошо. Граф Олаф попал ко мне в плен. Сразу же беру за него выкуп и навязываю требования. Отлично. Одна провинция у нас есть. Неплохое начало. Воздвигнуть руный камень можно. Давайте воздвигнем. Я не знаю, где у нас будет столица в конце концов, когда у нас империя будет полностью готова. Ну или хотя бы наполовину. Но руный камень сейчас мы поставим в Монтегю. Да, есть еще одна проблема, с которой, скорее всего, я буду постоянно сталкиваться. У католиков и у ашаритов, ну и вообще у мусульман, есть очень много священных мест в прибрежных провинциях. Вот как можно увидеть здесь, у ашаритов есть Синай священное место, Иерусалим их священное место, и у католиков тоже здесь. Медину мы захватывать не будем, но будем захватывать Мекку. Это тоже священное место, тоже прибрежная провинция. И, скорее всего, против нас могут начать делать священные джихады, что не очень хорошо. Придется воевать нам против огромных армий. И у католиков здесь тоже есть священное место в Кенте, есть священное место в Сантьяго. Но, я надеюсь, мы со всеми священными войнами справимся. По крайней мере, до этих провинций мне еще долго, потому что первым делом я хочу все-таки дойти до Скандинавии, полностью ее захватить. Точнее, все прибрежные провинции. И, кстати, возможно, я даже смогу реформировать Асатру. Да, скорее всего, смогу, потому что три священных места я как раз тут себе заберу. В Йорвике священное место, в Упсале и в Ранахейме. Да, значит, Асатру у нас будет реформирована, это хорошо. Сможем организовать нашу конфессию и немного ее изменить. Все, Хальфдон Белая Рубаха победил в своем вторжении. Давайте нападать на Британь, и мы позовем его, конечно же, на помощь. Объявить войну. Ярл Хальфдон, присоединяйся. Я сразу же соберу свое войско и отправлю его вот сюда. Или сюда? Нет, сюда. Так, только мне нужно разделить своих бойцов, чтобы они не умирали тут от истощения. В итоге, на нашей стороне 9600 солдат, а у защитников 6400. И это все заслуга короля Карла II Лысого. Но он не лысый. Ладно, неважно. Стоим на осаде. Хальфдон приплыл, хорошо. Французское войско тут уже ходит. Но они ничего нам не смогут сделать, нас слишком много. Так, берем справедливую войну и двигаемся дальше. Давайте, наверное, сходим немного подеремся против французов и бретонцев. Привет, пока. И продолжим стоять на осаде. Кстати, кто культурный идеолог у нас сейчас? Йоран Железнобокий. Понятно. Надеюсь, он как можно скорее откроет анагры для нас. Потому что с анаграми осады будут идти намного быстрее. Сейчас у нас их, к сожалению, нет. Ой, а тут какая-то битва. Но уже 100%. Король Заламон попал ко мне в плен. Выкуп за него маленький. Поэтому, ладно, навяжем требования прямо сейчас. Все. Британь уже наша. Можно прямо сейчас создать герцогство себе. Кстати, империю я буду создавать, понятное дело, через решение. Почему-то сейчас решения никакого я не вижу. Возможно, мне нужно стать герцогом для начала. Знаете, вообще, в будущем было бы неплохо столицу перенести в Рим. Потому что мы его тоже будем захватывать. И это отличная провинция, как мне кажется, для столицы. Но еще, например, можно будет переехать нам в Константинополь. Потому что он тоже будет наш. Но это уже потом. Сейчас мы будем сидеть в Монтегю. Вот эти вот провинции, наверное, я оставлю пока у себя. Хотя у меня привычный лимит владений. Мне надо стать герцогом. А для создания герцогства 250 золота нужно набрать. Пойдем в налеты. Пограбим, наверное, немного западную Франкию. Мы их как раз ослабили слегка. Все, теперь отступаем. Потому что у Карла уже восстановилось войско. Немного золота заработали. 69. Так, распускаем пока что воинов. О, еще и пленники у нас есть. Отлично. Всех продаем. 473 золота. Можно создавать Британь. Появилось у меня решение на создание королевства. Да, появилось. Но для создания королевства мне нужно контролировать 3 герцогства. И все. Кстати, это не так уж и сложно. Мы с вами создадим, наверное, Нейстрию, Фландрию. И такое у нас будет маленькое королевство. Возможно, еще Голландию и все остальное захватим здесь. И потом уже будем только создавать королевство. Но посмотрим. Так, провинции теперь некоторые мне нужно отдать. Мне они не нужны. Хотя вообще я бы переехал из Монтегю вот сюда в Ван. Потому что это столица Британия. Герцогскую постройку тут можно будет поставить. Но через неизвестно сколько лет. Да, давайте сюда пока что переедем. Потому что Париж мы вряд ли будем с вами захватывать. Иль-де-Франц, провинцию. Она не прибрежная. Значит, мы сюда точно не переедем. Да, самым лучшим вариантом для нашей столицы будет либо Рим, либо Константинополь. Так, Монтегю можно кому-нибудь подарить. Например, моему маршалу Леон тоже. Например, моему канцлеру Пентьевр. Пусть забирает мой тайный советник. И еще Рен кому-нибудь можно дать моему управляющему. Все, титулы раздал. Двигаемся дальше в Западную Франкию. Но немного нужно нам подождать, восстановить войско. И опять вместе с Халевдоном мы отправимся в бой. Кстати, помимо священных войн, которые нам постоянно будут объявлять, у нас еще, скорее всего, всегда будут восстания популистов, всяких крестьянского сброда. Потому что у нас всегда будут провинции под контролем, которые не относятся к нашей культуре и к нашей конфессии. И у нас будет очень много разных культур в государстве. Так же, как и конфессии, особенно, когда мы в Африку отправимся или вообще в Индию. Но я надеюсь, мы со всем справимся. Кстати, недавно у меня родилась дочь Сив. И можно еще один союз заключить с Ивером Бескостным, например. Да. Потому что Западная Франкия это уже серьезный противник. У него тоже есть союзники. Предложение о помолвке принято. Ополчение почти восстановилось. Но давайте уже прямо сейчас будем нападать на Западную Франкию. Меня интересует Нейстрия. Поехали. Сразу же зовем наших друзей. Йорвик, Судрияр. Пока что войско собирать не буду. Подожду, когда они подойдут. Французы уже ко мне идут. Ну давайте, ребята, подеремся с вами. А куда это вы? Че вы убегаете? Вроде так смело ко мне шли. Что теперь? Да. Ну и трусы. Ладно, идем в Нейстрию. Осаждаем ее. Нет, все-таки придется побить немного французов. Потому что они не хотят уходить с моих земель. Атакуем. Хорошо. Союзники с нами. Оу. Король Карл. Привет. Блин, знаете, я могу его казнить и избавиться от своего соперника. Я уверен, что возможность убить Карла у нас еще появится. И не раз. Британия расширяется. О, я могу создать нормандскую культуру. Надо ли мне это? Я смогу стать идеологом этой культуры. И получу все инновации скандинавской и французской культуры. Да, давайте и создадим нормандскую культуру. Это хорошая идея. Наши старые традиции не годятся для новой родины. Мы должны обратить взгляд на местных и посмотреть, чему можно у них научиться. Блин, останутся ли у меня тогда налеты? Вот в чем вопрос. Хотя налеты мне скорее всего доступны из-за того, что у нас осатрумы и язычники. Ладно, давайте рискнем. Нормандия возвышается. Да, налеты нам все еще доступны. Мы далеко от земель, которые наши скандинавские предки называли своим домом. Но именно земли на севере Франции мы считаем родными. Я лидер нашего народа и на мне лежит ответственность за его процветание. Я считаю, что нам следует приспосабливаться к новому окружению. Нужно учиться у людей, предки которых обрабатывали эти плодородные земли. Вот мое слово. Мы изменим сам наш образ жизни ради самих себя. Мы приложим собственный путь и станем новым народом. С этого дня мы будем называть себя норманами. Я стал культурным идеологом, да? Получил огромное количество инноваций. Янагры получил, это самое главное. И теперь Нейстрия у нас называется Нормандией. Кстати, здесь я еще забрал себе вассалов католических. Ребятки, давайте принимайте осатру, иначе будет вам очень плохо. Граф Эрлюэн хочет на меня влияние? Нет. Граф Рено тоже? Нет. Кстати, надо мне повысить авторитет короны. Могу ли я их заключить в темницу? Нет. Видимо, это будет считаться тернией, но они ведь иноверцы. Ладно, пока что поживем с вассалами иноверцами немного. Так, король Карл, могу ли я тебя убить? Нет. Очень жаль. Тогда мы пока что займемся Англией. Раз уж у нас перемирие с Западной Франкией, заберем себе берега Уэссекса. Король Альфред, это как себе Уэссекс получил вообще? Что стало с твоим братом? Погиб на охоте? Хм, окей. Объявить войну? Союзников у него нет. Меня интересует герцогство Кент. Хотя нет, наверное, сначала я завоюю Уэссекс, потом уже Кент. Да. Будем так действовать. Объявляем войну. Здесь мне союзники уже не пригодятся, я сам справлюсь. Мой пленник и граф Роберт бежал из моего подземелья, а у меня пленники были. Мы их будем, кстати, казнить, чтобы получать благочестие. Так, плывем в Уэссекс. Стоп. Отмена. Вы, ребята, наемников себе взяли, да? Ну тогда я позову союзников. Халевдон, давай на помощь. Сейчас мы тут немного посидим на кораблях. Дождемся друзей. Все, можно идти на осаду. Дочь и наследница короля Альфреда попала ко мне в плен. Замечательно. Давайте теперь подеремся с ним. Я думаю, можно будет заканчивать войну. Да. Альфред ко мне в плен попал. Золота на выкуп у него нет. Навязываем требования. Уэссекс теперь наш. Вполне возможно, наша империя очень быстро рухнет из-за того, что у нас, опять же, очень много иноверцев будет и всего такого. Но я буду верить, что все будет хорошо. Так, вот эти вот провинции нужно тоже кому-то сразу отдать. И теперь можно нападать на Корнволл. Завоевать герцогство. Поехали. Здесь я точно без союзников обойдусь. Ребята, ну и стоит бунтовать. Вы сейчас будете наказаны. Только я закончу здесь. Мой сын Рагнер вырос. Переменчивый, амбициозный, доверчивый. Но главное, что у него хорошее военное образование. Все, 100%. Корнволл наш. Так, господа мятежники, успокойтесь. Я уже рядом. Сейчас мы с вами поболтаем. Хорошо? Навязываем требования. Так, королевство я в теории уже могу создать, если я создам все герцогства, которые у меня сейчас под контролем. Хотя мне не обязательно именно создавать эти герцогства. Нужно, чтобы размер державы был не меньше 30. Давайте пока что притормозим завоеваниями. Отправимся в налеты. Потому что мне нужно золото. К счастью, здесь есть кого грабить. И на полученное золото мы возьмем себе анагры. Перемирие с Карлом у нас закончилось. Можно объявлять ему войну. Он сейчас воюет еще в войне за независимость. Поэтому нам будет полегче. Меня интересует Фландрия. И все. Потом я от Западной Франкии на время отстану. Вот эти земли мы потом заберем. Объявляем войну. Зовем союзников. О, как удачно тут стоит армия Западной Франкии. А? Нет, их многовато. Давайте отойдем. У меня еще не полностью восстановилось войско. Ну, мы тогда пойдем просто захватывать Фландрию. И все. Не будем обращать внимание на врагов. Наши союзники здесь уже стоят. Еще один сын у меня родился. Замечательно. Но вместе с ним у нас появилась еще одна проблема. Из-за того, что у нас сейчас конфедеративное разделение в государстве. То если я не создам королевство, все мои владения развалятся и поделятся между братьями. Это нехорошо. Поэтому надо как можно скорее создавать королевство. Так, Фландрия полностью захвачена. Погнали в Иль-де-Франс. Все. Сто процентов. А герцог Карл заключил новый союз. Тебе это не поможет. Навязываем требования. Замечательно. Вы посмотрите. Прошло сколько? Тринадцать лет, а у нас уже огромное побережье. Правда, мы пока не империя и даже не королевство. Но это уже неплохо. Было бы еще очень хорошо, если бы все мои вассалы, которых я тут завоевываю, принимали сразу же Асатру. Так, для создания королевства еще пять провинций мне нужно. Давайте нападать снова на короля Альфреда. Заберем у него Кент, объявляем войну. Блин, у меня, кстати, уже престиж кончается. Надо будет поустраивать всякие пиры, сходить на охоту, малетами тоже позаниматься. Все-таки очень много престижа уходит на объявление войны. А вот и корнские католики. Свободы захотелось, смерть вас освободит. Кстати, к ним еще мои вассалы примкнули, да? Один. Граф Милон из Булони. Хорошо. Сейчас мы вас проучим. Сто процентов. Навязываем требования. Так, граф Милон. Отнять титул. Почему я не могу? А, его графство оккупировано. Ладно. Дождемся, когда война с Уэссексом закончится. Ярл Ивар зовет меня на войну. Хорошо. Здесь только что Йорвик проиграл в битве. А у них там тоже своя какая-то война. Они кому-то еще помогают. Ну ничего, я с войском Альфреда разберусь сам. Надеюсь. А нет, войско Йорвика пришло. Хорошо. Давайте в бой. Король Альфред попадает ко мне в плен. Кент теперь наш. Но этого мне все равно не хватает для создания королевства. Давайте я, наверное, все-таки создам герцогство. Создадим Нормандию. Создадим Кент. Только золота не хватает. Надо еще в налеты сходить. А грабить я сейчас не могу. У нас идет война судрияра. Давайте мы им поможем. Христианские паломники на Святой Земле страдают от всевозможных притеснений. А торговые пути кишат опасностями. Чтобы защитить паломников и уезжать Ирюсселим за благочестивыми христианами, его святейшество Папа Гонорий соглашается благословить открытые вторжения Объединенных Христианских Армий. Это все из-за того, что я только что завоевал Кент. Да, и скорее всего нам грозит опасность. Крестовый поход могут против нас сделать. Надеюсь, я его переживу. Давайте поможем сейчас быстро Евру Бескостному. Мой сын Рагнар погибает от рук убийцы. Его в бою, видимо, убили. Обезглавлен персонажем Олаф. Вот тварь. Он не заслужил этого. Теперь мой наследник Серель. Ну ладно. Надеюсь, из него что-то хорошее выйдет. Все, здесь война закончена. Еще и золото немного я подзаработал. Можно узурпировать Кент у Альфреда. И основать королевство. Но для этого нужно еще немного золота. Значит, теперь мы точно идем в налет. Погнали в Астурию. Всех узников мы, конечно же, с вами будем казнить. Так, ребята, возвращаемся домой. У нас тут очередной крестьянский мятеж. Готово. Теперь я могу основать королевство. Да. Я объединю державу под новым королевским титулом. И она будет навеки принадлежать моей династии. Создать державу. Теперь у нас есть монарший двор. Но мы туда пока что не пойдем. Мне удалось то, с чем до сих пор не справился никто. Что? Британь, Нормандия и Кент объединились. Вся моя жизнь ушла на то, чтобы заново созвать всех моих вассалов и привести их к новой присяге. Отныне и навеки они будут кланяться мне не только к Аксюзрену. Теперь их король. Король, чьи владения зовутся Британь. Ну и сейчас мы переименуем наше королевство. Это название меня не устраивает. Что по границам? Все герцогсов, которые я захватил, вошли в наше новое королевство. Это хорошо. Но можно было, конечно, и побольше захватить. Но это тоже неплохо. Да, королевство нам нужно как-то переименовать. Теперь мы будем называться Королевством Берегов. И вот такой будет у нас замечательный герб. Зеленые полоски это суша, земля. А голубые это вода. И тут можно увидеть, что у нас очень много воды, земли и, в общем, берегов. Да. Классное название, как мне кажется. Интересно, когда у нас появится уже Империя Берегов. Стопа, мы до Юрия входим во Франкию? Серьезно? Мне этого не хочется. Значит, Империю мне свою по-любому нужно будет создать. Но для этого нужно, чтобы размер моей державы был не меньше 120. Либо нужно контролировать не менее трех королевств. И 80 размера державы. Хорошо, будем над этим работать. Сразу же в нашем дворе нужно повесить знамя нашей династии. И знамя дома. И пора уже воспитывать моего сына, принца Сереля. В дипломатию хочешь пойти? Ну это такое себе, но ладно. Тихим и мирным вечером, когда все придворные уже ушли из тронного зала, меня посетила мысль. У каждого из великих правителей было какое-то прозвище. Разве хуже, чем они? С этого дня и до конца времен у меня будут звать Король Хестейн. Завоеватель. Суровый. Или благородный. Или можно усесться поудобнее. Мои стратегии, мой клинок, позаботиться о том, чтобы у вас появилось достойное прозвище. Нет, я хочу сам выбрать себе прозвище. Завоеватель. Это то, что подходит Хестейну. Да, Король Хестейн Завоеватель. Отлично. Надеюсь, мои поданные одобрят это прозвище. Сейчас мы немного подождем, когда у нас войско пополнится. Еще возьму себе легких пехотинцев. Нашему Хестейну тем временем уже 72 года. Здоровье неплохое. Это хорошо. Перемирие с Альфредом закончилось. Ну привет, старый друг. Давай ко мне Эссекс. Наверное, за герцогство даже я воевать не буду. Меня интересует только одна провинция здесь. Объявить войну. А можно сразу же еще королю Этель Реду Второму объявить войну за Восточную Англию. Вот здесь мне уже все, герцогство необходимо. Погнали. Забираем себе Эссекс. И теперь идем в Восточную Англию. Теперь вопрос, какое же наследие выбрать для нашей династии? Первое, по какой ветке пойти? Можно по приключениям пойти, в принципе. Вот это наследие очень хорошее, странные боги. Разная конфессия плюс 15, мнение графства другой конфессии. Минус 50% стоимость обращения в конфессию будет понижена, но мы этим не будем пользоваться. В общем, вещь хорошая, пойдем по приключениям. Восточную Англию тоже мы забираем себе. Так, а это что такое? Рюрик решил сделать налет на Англию? Серьезно? Так далеко ты решил забраться и почему-то до сих пор не принял славянское язычество? Ну окей, это твои дела. До твоих земель мы, кстати, тоже рано или поздно доберемся, Рюрик. Я думаю, можно начинать безумный покрас-монтаж всей Британии. Поехали. Итак, пришло время немного остановить наш безумный покрас-монтаж. К этому моменту я уже захватил практически все прибрежные провинции Англии, Ирландии. Захватил себе еще Исландию. И мои вассалы решили поднять мятеж и потребовали свободы. Но я угроз, конечно же, не потерплю. Сейчас мы посмотрим, сколько против меня восстало. 7500. Кто лидер? Восстание. Граф Балдуин. Хорошо, сейчас мы за ним пойдем. Пока я занимался завоеваниями, у короля Хастейна в личной жизни произошло много неприятного. Во-первых, его второй наследник и единственный сын, оставшийся принц Сериль, тоже умер в бою. И, к сожалению, теперь его наследник это его дочь, принцесса Сиф МакХастейн, которая находится в нематрильнейном браке с верховным вождем Гудфридом II из островов. Помимо этого, у Хастейна также умерла его жена, королева Вигдис, а она умерла от рака. Я нашел Хастейну новую жену, королеву Фрейдис, и еще взял ему наложницу Ингерт. Но проблема в том, что они не особо горят желанием кого-то ему рожать. К тому же ему уже 91 год, и плодовитость у него, мягко говоря, не очень. Единственное, что он смог сделать, это родить еще одну дочь, принцессу Амбургу. Возможно, именно она станет наследницей короля Хастейна, но пока что неизвестно. Нужно, наверное, лишить наследства Сиф. В принципе, я могу это сделать прямо сейчас, да, давайте я это сделаю. И теперь моя наследница, принцесса Амбурга. Надо будет ее хорошенько воспитать, потому что наверняка многие наши вассалы будут недовольны женщине на престоле. Но сейчас нас интересует восстание. Кстати, у меня есть союз со Швецией, которая почему-то приняла финское язычество. Мы зовем их на помощь, зовем острова на помощь тоже. Просто на всякий случай. Вдруг у меня не получится самому справиться с этим мятежом. Давайте мы с вами пойдем вот сюда, где-нибудь здесь столкнемся с войском мятежников. Да, но мы победим, скорее всего, в битве, даже если к ним подойдет подкрепление. Хорошо, одна битва выиграна. Идем дальше, преследуем наших врагов. Да, здесь союзников можно было на самом деле вообще не звать, но перестраховаться все-таки надо было. Да, уже у мятежников осталось всего 1000 человек, но мы сейчас пойдем и осадим Эвре, где находится граф Балдуин. Готово. Еще и войско его побьем сейчас. Все, 100%, Балдуин попадает ко мне в плен. Навязываем требования, мятеж подавлен. Теперь можно всех моих вассалов наказать. Готово. Можно продолжать завоевание Британии. Для Альбы я приберег кое-что особенное. Вторжение в королевство. Думаю, именно здесь можно его использовать, потому что практически все провинции в этом королевстве прибрежные. Тысячу престижа мы на это потратим, но на того стоит. Объявляем войну. Но, кстати, есть еще одна проблема. У Альбы есть союзник Италия и Бавария, которые довольно-таки в целом сильные. И у самой Альбы 5300 солдат. Но у меня тоже есть союзники, поэтому мы быстро со всем этим разберемся. Альба будет наша. Я космическую хель скоро придет за мной. Словно старый друг она терпеливо ждет моего прихода. В течение года король Хестейн завоеватель умрет. Ему уже 94. Старый мужик, но делов он наделал много, конечно. Главное, чтобы мы успели закончить войну эту до смерти Хестейна. Поэтому прямо сейчас высаживаемся в столице Альбы, потому что тут сидит... А, стоп. Король Айд помер. Здесь его сын теперь сидит. Ну так даже лучше. Ребенка легче в плен взять. Готово. Лонгшех в плен не попал, но 100% у нас есть. Забираем себе Альбу. Отлично. Практически вся Британия наша. Единственное, что мне стало захватить, это Ланкастер. Но у меня сейчас перемирие с Регенвальдом. И еще надо будет повоевать с островами. Но с Гудферидом вторым у меня сейчас союз. Так что этим уже придется заниматься моему наследнику. Кстати, да, у Хестейна родился еще один сын. Принца Жафруа. И это не очень круто. Потому что он унаследует Уэльс. И придется моим сыновьям друг с другом воевать. Тем более, принц Хестейн будет, скорее всего, лет 3 или 4, когда к власти придет. И это нехорошо. И вот этот день настал. Король Хестейн отправляется перевать Вальхалу в возрасте 95 лет. Он умер от старости. Образец доблести и отваги он навсегда останется в памяти, как истинное воплощение доброты и справедливости. Король Хестейн восходит на трон без навыков, которые позволили бы удержать державу от распада. Его правление обречено на провал. Надеемся, этого не произойдет. Потому что королевство берегов должно процветать. И должно завоевывать берега новые. Продолжаем играть за Хестейна 2, которому всего 2 года. Союзников у нас сейчас никаких нет. Ничего нет. Я супер молодой. Так, надо с советниками разобраться. И, наверное, мы прям сразу же объявим войну королю Жафруа и заберем у него Уэллис. Так, у нас тут еще фракции. Куча сейчас будет, я уверен. Сепаратисты и католические популисты. Но надо будет со всеми справиться. Так, мне нужно заключить союз с кем-нибудь. Киев далеко. Селезия тоже далековато. Так, у меня есть сестра еще. С помощью нее я тоже ни с кем не могу союзы заключить. Печально. А почему мой дед, король Эйрик из Швеции, не хочет со мной союз? Из-за того, что у нас разные верования? Или у него нет детей без брака? Да, вроде есть. Ну ладно. Нападаем на Уэллис. А, у меня нет престижа. Понял. Надо сначала подрасти. Кстати, пока я занимался завоеваниями, я еще параллельно делал налеты и смог украсть целых 2 экскалибура. Неизвестно, какой из них оригинальный. Но они у меня есть и дают довольно-таки неплохие бонусы. А вот и первое восстание популистов в жизни Хестейна второго. Сколько вас? 7 тысяч. Окей. Ну, популисты и все эти крестьяне, это, как всегда, не проблема вообще. Главное поймать их лидера. Ага. Требования независимости. Еще нам прислали фракция сепаратистов. Угроз я не потерплю. Но они тоже, кстати, не особо сильные. Сейчас мы с ними со всеми разберемся. Накажем предателей. Какая у нас там еще фракция есть? Фракция свободы. Вот это уже серьезно, ребята. Возможно, придется понизить авторитет короны. Так, лидер популистов у нас тут находится. Сейчас мы его поймаем. А он сам к нам пришел. Хорошо. Католики побиты. Теперь сепаратисты. Кстати, у них там очень хороший полководец. Надо быть аккуратным. Блин. Фракция свободы. Ну, серьезно, прямо сейчас. Ладно, давайте понизим авторитет немного. Пусть у нас будут свободные вассалы пока что. В будущем мы это исправим. Все, что так долго и упорно строил Хестейн Великий, может разрушиться. Так, атакуем мятежников. Надеюсь, мы победим. Да, мы их просто давим количеством. Погнали на осады. Заловредный король Хестейн. Пусть буморы гниют в вашем теле. Довольно мне терпеть захватчиков. Пора вернуть мне мои земли. Король Луи Третьей Западной Франки хочет забрать графство Алансон. Что это такое? А, вот это графство. Так я, в принципе, тебе могу его отдать. Оно не прибрежное. Давайте, наверное, сдадимся. Потеряем 20 престижа. Но это графство мне, правда, не нужно совершенно. Хотя Западную Франки, возможно, я бы победил. Но у меня сейчас мятежники первым делом. Все, 100%. Этих мы сейчас тоже накажем. Правда, титулы ни у кого я отнять не смогу. Из-за того, что у меня авторитет короны низкий. Но можно изгнать некоторых предателей. Тех, кто ко мне более-менее хорошо относится, я просто выкуплю. Все, стабильность в Королевстве и Берегов восстановлена. Как там дела у моего братца? У него тоже были какие-то мятежи, судя по всему. Но сейчас мы у него заберем Уэльс. Объявить войну. Да блин, что это такое? Мерсия, вам что надо от меня? Эрлство Кембридж Шир. Нет, вам его я не дам. Это прибрежная провинция. Давайте драться. Здесь 100%. Больше мне священные войны не объявляйте. Это плохо кончится, ребята. Мы идем к моему брату теперь. Димногиал завлек меня в лес. Я как бы для игр. Но потом Эрл Димногиал спрятался и пропал. Рыдая, продираясь к его светве, я зову на помощь. И вскоре выхожу на дорогу, освещенную волшебными огоньками. Под шепот и хихикань я лесного народца, я выбираюсь из леса и нахожу дорогу домой. Кто-то хотел меня убить? Какой взрослый человек пойдет на такую жестокость? Кошмар. Но я буду теперь настороже. Ой, тайный советник ко мне очень плохо относится. Значит, надо поменять советника. Или может подарки дать, но это особо ничего не изменит. Ну вот пусть графинейда будет меня защищать теперь от всяких происков. Я играю на улице и вдруг слышу откуда-то сверху отчаянное мяуканье. Задираю голову. Кто-то свистает на веревке с высокой стены. Я бегу к нему со всех ног. Стоит мне приблизиться, как мир переворачивается, а я падаю. Земля стремительно приближается. Я закрываю глаза и... Мне бы еще жить и жить. Все-таки короля Хастейна II убили. Вашу жизнь прервал неизвестный наемный убийца. Понятно. К власти теперь приходит... Не надо меня пугать. Король Жафруа. Обладая множеством талантов, он несомненно добьется любви своих подданных. Жафруа всего 8 лет, что по свойствам. Властный, это хорошо, пойдешь в военное дело. В итоге Уэллис достался мне способом, который я вообще не планировал. И теперь все меня ненавидят. Господи, что это за страшный цвет? Нет-нет-нет, королевство берегов это мой первый титул. А почему ко мне все так плохо относятся? Терпимость культур, недолгое правление. Но я всего лишь ребенок, не надо от меня многого требовать. Только я собрался пойти в налет на Мерсию, как... Снова... Какая-то фракция выдвигает мне требования. Но это, кстати, опасная фракция. Они хотят разделения нашего королевства. И... Угроз я, конечно, не потерплю. То глава фракции... Граф Джуселин из Монтегю. Окей, сейчас мы с тобой разберемся. Печально, что у меня союзников все еще нет. Но можно попытаться найти кого-то. О, Швеция. То, что надо. Тут теперь мой дядя правит. Заключим помолвку. И сразу же зовем Швецию на помощь. Блин, у нас Скандинавия постепенно принимает финское язычество. Это непорядок. Надо уже скорее туда приходить и захватывать священные места. Возвращать Осатру. А я до сих пор тут в Британии разбираюсь со всем этим безумием. Идем в Монтегю. Все. Сто процентов. Вот так вот легко и просто война за разделение заканчивается. Королевство берегов будет жить. Так, пока у нас более-менее все успокоилось, нужно уже закончить с Британией, с ее берегами. Все здесь до конца захватить. Итак, еще немного провинции я захватил. С островами у меня сейчас перемирие, поэтому с ними воевать я не могу. Поэтому можно начать двигаться в Скандинавию. Пойдем мы скорее всего вот так. Но еще можно и здесь, в Аквитании, позахватывать провинции. Потому что, как я вижу, тут что-то произошло страшное. Все развалилось. И мы можем под шумок здесь себе прибрать к рукам земель. Давайте начнем, наверное, с Гаскония. Хотя без завоеваний герцогсов в этом смысла особого нет. Мне надо стать знаменитостью, чтобы герцогства забирать. Ладно, ну захватим тогда несколько просто графств. Вот этот синтонж можно забрать. И, кстати, когда у меня будет четвертый уровень репутации, мы уже сможем создать империю. Только нужно будет золото накопить. Достаточное благочестие. Теперь здесь у Арманьяка можно забрать себе лабур. Союзники у вас есть? Есть, но слабые. Лабур будет наш. Теперь можно собрать огромную десяти тысячную армию налетчиков. И пограбить западную Франкию. Это тоже даст нам престиж. И, наконец-то, король Жифруа взрослеет. Получает второе военное образование. Неплохо. Усердный, амбициозный, гневливый, настоящий наследник короля Хастейна I. Пойдем мы, конечно, по авторитету. Прирост контроля очень важен. И ужас тоже. Все же, Фруа стал знаменитостью. Теперь можно делать войны за герцогство. Сейчас мы заберем себе Гасконь. Потом заберем себе Пуатей и Аквитанию. И уже будем двигаться на север, в Скандинавию. Фрэя Васлався Гурли родила чудесного мальчика. Прекрасно. У Жифруа есть теперь наследник. Пусть его зовут Хастейн. В честь отца. Ну и, конечно, куда без вас, фракции сепаратистов. Я не потерплю угроз. Сейчас у меня идет довольно неприятная война. Я нападал на Алатарингию, но вот эту провинцию Туар, за которую я воюю, получила Западная Франкия, у которой есть союз с Византией. Византия довольно-таки мощная. Сейчас у нас тут идут битвы. Я позвал даже Орден Йомс-Викингов. Но эту провинцию надо забрать по-любому. Итак, в итоге война за независимость закончилась Белым Миром. Война Западной Франкии и Византии закончилась поражением. Я не смог захватить графство Туар, но зато я забрал себе графство Ани и до конца захватил все прибрежные провинции Британии. Я думаю, что на этом можно заканчивать, несмотря на то, что я как обычно думал, что у меня все уместится в один ролик. Но очевидно, такой масштабный захват практически всего мира займет у меня серии 5, возможно. В следующей серии мы с вами добьем до конца вот тут все в Западной Франкии. Двинемся потом к берегам Фризии, Дании, Германии, Померании. Вот это вот все Балтийское море, все побережья захватим. Здесь в Норвегии, в Сапми все заберем. И я уверен, что здесь мы справимся намного быстрее, чем в Британии. Потому что в Британии было много проблем. Мерсию в Эссекс я, конечно, захватывать не буду, я не вижу в этом смысла. Моя цель только прибрежные провинции, а эти провинции не прибрежные. Может быть, мои вассалы доедят Эссекс и Мерсию, но я не собираюсь. Да, мы в следующей серии с вами быстро заканчиваем со Скандинавией и потом двигаемся на юг. Забираем себе побережье Иберии, идем в Африку, забираем здесь все. И после этого отправляемся в Средиземное море. Здесь, скорее всего, будет очень жестко, потому что в Средиземном море нам придется захватить Рим, придется захватить Иерусалим. И, возможно, уже Священной войны, крестовых походов и джихадов нам не избежать. В этой серии почему-то католики не хотели драться за Кент, но в будущем, я уверен, нас это ждет. Скорее всего, в серии со Средиземным морем мы заодно еще и захватим Черное море. И потом уже, когда двинемся вот сюда в Красное море, в Индийский океан, мы будем заканчивать. Ну и про Каспийское море я, конечно, тоже не забуду. Возможно, еще Аральское море заберу. И еще хочу постараться сделать так, чтобы все мои владения были соединены. То есть, когда мы пойдем в Каспийское море, нам придется еще захватить вот здесь, наверное, земли, чтобы у нас был такой проход, соединяющий Каспийское море и Персидский залив. Либо, может быть, мы здесь на Кавказе позахватываем провинции, чтобы тоже Черное море с Каспийским объединить. План, в общем-то, такой. Если этот ролик вам понравился, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны, пишите в комментарии, как вам идея захватить все прибрежные провинции и, как вы думаете, за сколько серии я справлюсь. Я еще подумаю над тем, как мне все вот это вот ужать более-менее грамотно, чтобы и не было просто сухого покраса, но и чтобы не отвлекаться на какие-то придворные дела, потому что в этой серии я по минимуму на них обращал внимание даже сам, когда играл. То есть, вырезали какие-то ивенты, я просто кликал, потому что все ивенты практически в этой игре я уже знаю наизусть, и углубляться в них и обращать на них сильное внимание я не хотел. Но в следующей серии, как я и говорил, мы идем на север, потом на юг, потом на восток. Также, если этот ролик вам понравился, то вы можете поддержать мой канал по ссылкам в описании. Всем буду благодарен, всем скажу спасибо. Вступайте в группу ВК, заходите в дискорд сервер. Всем спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok